1996 год, когда решение Мосгорсовета, эта песня, но не эта, конечно, другая, утверждена как гимн Москвы. Ну что, звонок другу или по-моему, в зала как-то? Исполнял её Кобзон, вот я точно знаю. Это песня с фильма «О свинаркой по стулу». Да вы что? Другая никогда не забуду. Нет, нет. Вы знаете, мне предлагали один молодой человек, я знаю гимн Москвы, запел «Подмосковные вечера», я говорю, нет, тогда вот Москва звенят колокола, я говорю, да тоже нет, знаете, ах, я вспомнил, говорит, «Таганка, все ночи полный». Другая прекрасная песня, этот город самый лучший город на земле, он как будто нарисован мелом на стене, нарисованы бульвары, реки и мосты. Это песня «Таганка»? Нет, это песня про Москву. Вы знаете, песня «Таганка», я твой бессмертный арестант, погибли. Да, ладно, деньги, теперь релик на желудоком, без девушек стоит, очень много денег там платить. Да, вы не дай бог, молодой человек, ладно, подарок получите, только не пойте эту песню. Да вы знаете, дорогие мои, эту песню, я знаю, что москвичи так любят прикидываться, как будто они не знают. Ну-ка, припев «Но Москвой я привык гордиться». И всегда повторяю слова. Всегда повторяю слова. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. А что ж вы мне голову морочите? Спросите меня, напрягать не получится. Я знал, что вы знаете, замечательно. А что вас обвинило, дорогие мои? Турист. Турист. И работа в нем. И работа в нем? Да. Да, так здорово. А вы здесь случайно оказались или исследуете какие-то туристические маркруты? Проверяем, мы с проверочкой. Правда, ребят, мама здесь есть. Вы с проверочкой? Да. Вы знаете, вы не туда попали. Вы должны на себе проверить, будет хорошо нашим туристам или нет. Деду Мороза не надо проверять, он вас проверяет. Вот то, что вы в ГИМС помнили, это здорово. И за это время, я уже здесь 11-й годочек, с декабря месяца пошел, за это время, где бы сейчас побывало уже миллион гостей с 95 стран мира. А с этого числа 65% это наши братья-россияне. Даже нету такого провинциального городишка, ну не совсем уже такого, чтобы не было представителей здесь. Вы представляете? Конечно. 65%! Продолжение следует... Если прошептать ему, вы пожелаете. Соковик! Находите, гости дорогие, каждый свой месяц. Я родился 14 февраля, мой месяц называется Юты. А вот... Так... 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 Месяц лютый... Соковик... А в какую уху шептать? Любое. Ну давай нас... А чё шептать? Май иногда желание. А-а-а... Двух раков у третьего рака. А-а-а... А-а-а... А-а... А-а... Это кто? Он вкусный. А-а-а... А-а-а... А-а... А-а-а... Сын, побеги, я понял, побегаем к тобой. А это наш Снегурочку, не забыли? Болотник Березинский, я его видел в прошлом году. Раннее бронирование на тематическую деятельность. А наша Снегурочка есть, нету? А здесь как-то всё... Вот, например, мощнейший детский отдел, по идее, мы бы предложили электронную... А, вон, Снегурочка, он есть. Сразу карту, где можно рассказывать про все микологические существа на обратке. Да, и с кодировкой ваших туров. Видели Якутского Деда Ворозов? Этот? Нет, вот нет, мне кажется. Сагану Беген. Улан-Удэ. Улан-Удэ. А там-то просто Звездные Войны вообще отдыхают. Не знаю. Это просто Дед Мороз. Раз не... А у нас ещё какая-то ещё баба Каргота. 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 Это кто? Ну, Беловежский путь. Сюзя по-озёрски. А это кто? Сюзя, это реально Дед Мороз. У нас завтра будет с вами тема по мифологии, и это всё разберём. Да. Да. А там... Это... Это... Другая тематика. Не до того ещё. Уборотни его, калаки. А Сюзя злой. Да. Он плохо себя ведёт. Он иногда справедливый. Наказывается иногда. Наказывается иногда. Сюзя. Сюзя. Массаж. Спасав. Жалатого. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok